Всем привет, друзья! С вами вновь развлекательный канал S&G. Меня зовут Александр, и мы продолжаем свои приключения в мире The Elder Scrolls V в Skyrim. Помните, да, что мы в предыдущей серии собрали три тотема? Я не понял для чего. О, порылся я в интернете и нашел то, для чего, собственно, они нам нужны. Смотрим. Так, ни хренашеньки, да, не могу активировать. Ладно. Куда делась Эйла? Куда-то она пропала. В общем, они должны прибавлять какие-то фишки. Верва. Так. Тотем хищника. Тотем ужаса, тотем луны. Короче говоря, видать, фишки новые открылись, да, вот эти вот? Не знаю, но... По идее, должно усилять. Там всякие разные способности давать ему. При крики. Ну-ка, давайте вот сейчас обратно. Как обратно превратиться, кстати? Дайте мне обратно превратиться. Ладно, ждем просто. Просто ждем. А вообще я хочу вылечиться от этой болезни, гекантропии, как она называется. Это мы... Я тоже это прочитал, как это сделать. Этим мы и займемся сначала. И еще я прочитал, что эти квесты, которые мы брали у соратников, они бесконечно генерируемые, поэтому их можно бесконечно выполнять. Так что, там остался один квест интересный с драконом. Так, к Фаркасу нужно обратиться, и то он может не сразу его дать. Так что, вот, выполним этот квест с драконом, вылечимся от ликантропии, если такое возможно будет. И закончим этот сезон показа серии Скайрима. Первый сезон. Как раз будет логический конец. Гильдия соратников будет пройдена. Путь до Вакина только начинается. В общем, дальше будет только интереснее. Ну что, превращайся уже обратно. Ну что-то долго загружается. Что там уже все? Нет, там какой-то красненький один значок. Кто это? Что за... Кто такой? Все понятно. Не выдерживают нервы от такого зрелища. Так, ладно, давайте тогда как сделаем? Сначала активируем. Тотем охоты, да? А затем превратимся. Хотя нет, надо сначала, может, включить. Вот, тотем братства активировал. По-моему, тотем братства дает прикрики этих помощников себе призывать. Ну что ж, давайте превратимся. Да, вы посмотрите, работает. Просто нужно было активировать еще раз. После загрузки. У меня два помощничка. Помощничка. А еще раз. А, не могу, перезагружается. Как-то неплохо. Я же их и убил, да? Да, ну вот видите, да? Дает разные фишки. Давайте. Снова загрузимся уже. Двуручное оружие наносит больше урона, чем одноручное. Но это мы знаем. Так, ну что. Уходим отсюда. У Эйлы уже нет смысла брать задание, потому что незачем брать задание у соратников. Я еще раз повторюсь. У Фаркаса осталось последнее интересное задание, интересный квест. Это сходить за головой... Что-то происходит. За головой дракона. Эйла, привет. Но для начала мы попробуем вылечиться от ликантропии. Ликантропии, как она называется правильно, не знаю. Вот сюда нам. Скайрим, родина нордов, яростных и сильных людей, которые ценят честь и доблесть в бою. Мы не норд. Наш Алекс не норд. Ну и где вход? Я опять забыл, как обычно. Вот же он. Вот он, код. Получится ли у нас вылечиться? Найти бы еще эту штуку. Этот стол. Очаг, или как он называется-то? Да, вот он. Или не здесь это было? Нет, это было не здесь, по-моему. Было дальше. Да, вот здесь мы пауков убивали. Здесь еще пауков убивали. Уж-то здесь где-то. Да е-мое, я забыл. Будет смешно, если сейчас по кругу пробежимся и бежим обратно. Ну да. Похоже. Что так мы сделали. Или нет? Здесь мы сражались, помню тоже. Нет, вот он, зал этот. Вот он, пламя предвестника. Вот. Да. И теперь нужно... Да е-мое. Победить свой дух. Свой волчий дух. Ну, уровень взяли. Задним. И сейчас я объясню, зачем я вылечился. Во-первых, нельзя жениться с этой болезнью. Во-вторых, нельзя поспать нормально. В-третьих, как мы помним, мы отправляемся после смерти к Херсину на вечную охоту. Так что ничего хорошего в этом нет. Тем более, что я не пользовался услугами Вервольфа. А так мы снова обычный. Высокий эльф. Так ведь? Не ту кнопку нажал сейчас. Так, новый уровень. Здоровье. Так, что у нас здесь можно прокачать? Чего? И, кстати говоря, да, вы мне советовали еще не использовать этот щит, который только оказывается от магии. А я его использовал против оружия и стрел. Ну, в смысле, мечей и стрел. Мечей, топоров, кувалд и так далее. И не понимал, почему мне наносят урон так же, как и без этого щита. Оказывается, он только от магии. Спасибо, кстати, ребят, за подсказку. Больше я этот щит использовать против оружия не буду. Так, нам надо бы выйти уже. А где этот выход? А я здесь все осмотрел, кстати. Сейчас как окажется, что нет. Да нет, все осмотрел. Эй. По-моему, здесь был проход. Нет. Неважно. Ну все, гробница из грамора мне больше не нужна. В принципе. Поэтому. Отправляемся сейчас к Фаркасу. Ну, е-мое. Видите? Лишился духа волка и сразу плохо ориентируюсь на местности. Да что за дела? Ай, придется карту открыть. Ну вот, выход. Ну все, правильно я иду. Налево сейчас. Сейчас еще налево. Я вернулся, кстати. Тут выход-то рядом, да, я и забыл. Уже вот здесь надо подняться и все. Да-да-да. Вот мы и вернулись. Дибелла, богиня красоты. В Маркарте у нее есть храм посвященный. Женщина, по-моему, там было написано. Не успел прочитать. Так, ну и отправляемся. Мы снова к соратникам, к Фаркасу. Надеюсь, он сразу нам даст задание с драконом. И мы пойдем наконец-таки убьем следующую нашу рептилию жертву. Хотя драконы это не рептилии. Это что-то иное. Так, ну. Подвисание опять в городе, как обычно. Я уже к ним привык, надеюсь, вы тоже. Хотя на видео не так заметно, как когда играешь. Это я вам честно признаюсь, открою некоторые секреты. Так, ты у нас... Вот он, Фаркас. Ты замечатель. В Вайтран приходили путники. Они рассказывали нам истории о драконах. Я слышал о них, но никогда не думал, что они существуют. Тебе приходилось их видеть? Конечно. Ты очень храбрый человек, но я это уже знаю. Пойдем убьем дракона. Ну это единственный способ узнать, если они и на самом деле. Я даже знаю, где можно найти одного. Веди. О, если ты знаешь, так ты и веди. Ну ладно. Ход древних, убить дракона. Смотрим на карту. Где у нас дракон? Ух ты. Ну что ж, кровавый трон мы здесь уже были, как ни странно. Давайте сюда и отправимся тогда. Там очень близко к поселению дракона именно. Даже может сразу он на нас нападет. Так, ну все в сборе. Так, смотрим на карту. Как нам? Ага. Ну вот сюда. Фаркас, пошли. Али мы, естественно, здесь оставим. Так, 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 так. У нас, по-моему, есть. Здоровье, зелье здоровья. Ну я надеюсь на это. Как туда забраться? Как туда забраться? Вот здесь можем мы это сделать? Давай! Алекс! Алекс! Прыгни, прыгни! Ну дядя, не тупи! Господи! Господи! Чего здесь перепрыгивать-то? Ну ешкин кот! Ну пройди здесь, ну! А, невидимая стена мешает. Ну почему он не прыгает? Здесь прыгает. Есть! Мы это сделали! Фаркас, ты там справишься или в обход пойдешь? Ну как обычно в обход пойдет. Вот и он! Та-та-та-та-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан! А дяденька... Ты где? Спускайся! Получил У него огонь, да, давайте Ой, нет Предметы Зелье 13% огненного урона А есть побольше 20% Фаркас уже здесь, как мы слышим, да? Ну, дракон Блин, ты спустишься или нет? Спускайся сюда Да О Оу, да Так У меня есть зелье такое Есть Вот говню Улетел Спускайся, тварь Твою мать Где он? Я весь горю уже Фаркас, ты-то где? Та-та-тан 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 Спустись, тварь Да не туда спустись, ё-моё Как ты заколебал меня Та-та-та-та-тан Та-та-та-та-тан Та-та-тан Опять будет стрелять? Конечно Спустись сюда и сражайся, честно Куда ты полетел? Летучая ты какашка Ну он не спускается Он так неинтересный Не нравится? Лечимся Ай, говнюк Опять улетел Где он? Где он? Я ничего не вижу Лечимся Твою мать Очень мало осталось у меня Давай-давай Отлично Нашим фирменным приемом Сейчас убьем Мечом в глаз Хе-хе Отлично Это я брать не буду Наверное Так, а что у нас здесь за крик? Животное Дружба со зверями Со зверями Наверное Со зверями Хе-хе Не важно Так, а тут-то Так и думал, что сундук должен быть еще Если видение у нас, по-моему, было уже Так Книги Ну, уже знаю Уже знаю Уже знаю Ну, да Где Фаркас? Он что там, застрял? Во, дает Так, подождите Давайте изучим какой-нибудь крик Бесплотность Дружба со зверями Огненное дыхание Стремительный рывок уже изучен Вот это неплохо Дружба со зверями И они приходят Чтобы сражаться На вашей стороне Ну, вот Огненное дыхание тоже Ведь каждый крик, по-моему, из трех слов создан Или нет Если я ошибаюсь Поправьте мне, ребят В комментариях Но если так То я, конечно, возьму Огненное дыхание По-любому В конце там будет что-то невероятное Ну-ка Да, неплохо Ну, ладно Спускаемся по лестнице И заходим в сквозняковый проход Естественно, здесь до этого дракона не так легко было добраться Что нас здесь ждет Мы-то прошли через скалу Опа Мишка Это как так сейчас? Я не понял Это что за невидимый мишутка был? Исчез и нас убил У него есть кольцо Саурона Что же, сы? Что же, сы? Что. Открывайте Когда медведь встает на задние лапы, это очень впечатляет, конечно. Ну, иди сюда. Так неинтересно с тобой. У меня еще такое, оказывается. Все, кончился запас магии у меня. Ну ладно, пламя тогда возьму. Эх, Мишуточка, жалко мне тебя. Что, это еще не все, я так понимаю? Нет? Вроде как. Вроде как все. Козу задрал. Ну, конечно. Ну, с Варкасом, если бы мы здесь прошли, было бы полегче, конечно. Смешно, да? Победил дракона, вышел и меня белый медведь. Сожрал. Уставший Довакин. Это уставший Довакин. Бандит. Ты-то как здесь оказался? Кожаные сапоги. Что за... Что за... Ммм... Ну ладно. Ммм... А неплохо огненное дыхание-то их бьет Надо взять на примет На заметку Да что я говорю, на заметку На примет, блин Да ешкин ты длин Где Фаркас у нас? Ок, Фаркас там Быстрым перемещением Как мы с лошадью сюда добрались Я без понятия, ну ладно Да, ты это поучаствовал Ты храбро сражался Благодарю тебя, предвестник Мы прославим соратников Пойдем Ты иди, если хочешь Никогда не видел таких огромных костей Хочу запомнить их хорошенько, чтобы потом Рассказывать о них во всех деталях Ой, ударился Иначе вилка скажет, что я просто все выдумал Я подтвержду Подвержду, подтвержу Что мы с тобой Сражались с драконом Ты теперь новый кодлок Не знаю, что это значит Но вроде доблести у тебя хватает Это хорошо Так, ну что, друзья Рассветная заря Доставить путеводную звезды Квагарит с командиром Стража Рассвета Поговорить с дельфиной Это уже сюжетка Даркон рожден Вот это DLC Вот это DLC Вот это DLC Это сюжетная линия Возможно, вот с этого квеста Мы начнем следующий сезон Скайрима Но для начала Посмотрим, что у нас здесь есть Коллеги Винтерхолда Савентусом Аретино Я вообще хочу В следующем сезоне Начать проходить гильдию Коллеги Бардов Как к ним попасть только Ну, разберемся Хотя, всякое возможно Но Я думаю Нужно Вайтран Так, и что у нас здесь Что у нас здесь Что у нас с золотом Семь тысяч Пошлите, купим дом уже Чтобы все сложить уже Было куда Ну что ж За соратников Было интересно поиграть Надеюсь, будут Гильди Следующие Также интересны И уже другие таланты Будем там свои проявлять Достигли мы Семнадцатого уровня Неплохо, я думаю Для начала Достаточно Много прокачали Одноручное оружие Так, вот ты мне нужен Нетрудно догадаться Все в лучшем виде Хочешь купить что-то еще Мебель для спальни Хочешь купить что-то еще А у меня хватит, наверное, на все Мебель для гостиной второго этажа Хочешь купить что-то еще Мебель для столовой Хорошо Хочешь купить что-то еще А ну и мебель для гостиной Хорошо Я договорю Хочешь купить что-то еще И кухонная мебель Хорошо Хочешь купить что-то еще Эй, я же купил алхимическую Похоже Хочешь купить что-то еще Ладно Я же вроде покупал Что за баг Ну что ж, пошлите домой Наконец-то мы не будем считаться бомжом У нас есть где поспать, где отдохнуть в конце концов Не платя за это деньги больше Как это было в различных кабаках, гостиницах Где мы ночевали Хотя сколько уже у нас дней и ночей не спал Алекс Каким сладким сном будет сейчас этот отдых В своем, причем доме В своем собственном Своей собственной Своей частной собственности, господи Заговариваюсь Ну что ж, все в лучшем виде Провентус нам организовал здесь Паутину, правда, не убрали еще Но это уже не страшно Ха, стенд для оружия А здесь у нас Здесь у нас спальня Комод L Так, это все хорошо А где бы Ящики мне бы Что, неужели нет ящиков? Ну, честно говоря, маленькое такое жилище Хотя нет, вот же еще дверь Вот она спальня-то, да Вот ящик Сундук Ну что ж, складываем сюда все лишнее Допустим, вот эти амулеты все Ой, нет Запас сил Кольца продадим Это тоже продадим Щит из грамора Вот это вот складируем Тоже Потом разобьем Пищу всю вообще складируем Ингредиенты Сейчас будем пробовать Все-таки не О Все эти Книжки можно складировать тоже Рецепты Наверное, тоже Тайны Талары Заклинания продадим Указ на награде Черная стрела Ключи Пускай будут Они ничего не весят А вот Здесь Вот надо подумать Что оставить Ну Шея не гончи смерти Вот Не знаю Получится ли это продать у нас Ну что ж, друзья Вот так вот Мы купили дом Все сложили Ненужное И наконец-то Наш Эльф Алекс Отдохнет Как следует Просто на сутки Вырубится Теперь его не беспокоит Ни кровь Вервольфа Ни тревоги Что он может быть Казнен Не то, что он Давакин Он ведь это уже осознал И свыкся с этим Хорошо Привет, Лидия Ты будешь жить со мной? Ну что ж Почему ты ко мне пришла? Для меня честь Снова видеть тебя там Ну хорошо С тобой-то мы и отправимся Путешествовать дальше Но это уже совсем другая история И будет это в следующем сезоне Ждите на канале На развлекательном канале S&G Надеюсь, вам понравилось Прохождение Скайрима Путешествия больше Или приключения Как кому больше нравится Ставьте лайки Рассказывайте друзьям Ну и оставляйте комментарии А также Кто еще не подписался Обязательно оформляйте Подписку на канал Я надеюсь Вы были со мной Все эти серии Все эти Приключения Мучения Бои Поиски И так далее Всем пока До нового сезона, друзья До нового сезона